Дорогая Церковь Силой Божьей Я хотел бы читать Слово Божье перед началом служения И мы будем с вами молиться о том, чтобы Бог сегодня действовал среди нас Это будет Псалом 50, 12 стих «Сердце чистое сотвори во мне, Божие, и дух правый обнови внутри меня» Дорогой друг, с каким сегодня сердцем пришел ты на это место? Возможно, сегодня у нас есть сомнения, разочарования Возможно, сегодня у нас есть уныние Сегодня Бог хочет, чтобы мы обновили отношения с Ним Чтобы наше сердце было чистое Чтобы внутри нас Бог действовал Чтобы сила Божья наполняла сегодня тебя и меня Если вдруг у тебя сегодня есть горе на сердце Если вдруг сегодня твои сомнения, разочарования мучают И ты страдаешь Ты сегодня можешь взывать к Богу «Господи, сотвори во мне чистое сердце» Как сегодня важно нам иметь чистое сердце, чтобы узрить нашего Господа Чтобы видеть Его в каждом миге нашей жизни Дорогой друг, как важно нам сегодня обновиться внутри Чтобы нам понимать и знать, что правда только у Господа Ведь у каждого есть своя правда И мы боремся за нашу правду каждый день Отстаиваем позиции, но мы понимаем, что правда только у Бога Господи, дух правый, обнови внутри меня Обнови внутри меня И сегодня на этом собрании мы будем взывать Мы будем славить нашего Бога Мы будем нуждаться в Нем Господи, прости, если у меня есть грех Прости, если есть сомнения, уныние, разочарования Все это не назидает Господи, обнови дух правый внутри меня Чтобы узреть нам Господа Чтобы Бог сегодня прославился среди нас Давайте мы все вместе встанем и будем молиться Друзья, прекрасное время мы имеем, когда приходим на это место И Давид пишет в своем слове Возрадовался я, когда мне сказали, что пойдем куда? В Дом Божий Уже брат Андрей немножко говорил С каким сердцем мы идем в его дом? С радостью? Или, возможно, мы понимаем, что, ну, воскресенье пришло Ну, я же не могу дома остаться Надо идти в церковь Друзья, как бы я хотел бы, чтобы каждый из нас С радостью в сердце С огромным желанием Спешил на это место Чтобы быть в общении Чтобы вместе прославлять нашего Спасителя Иисуса Христа Давайте возвысим свой голос Прославим того, кто действительно достоин всей славы Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Царство Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, Ты царствуешь уже в наших сердцах, Иисус И церковь Твоя Это Твое царство, Господь Которое Ты начал строить на этой земле И которое продолжится там у вечности, Иисус Где мы будем вечно славить Тебя Вечно познавать Тебя Как Ты благ, как Ты велик Как Ты славен Как Ты могуществен наш Бог Ты достоин, Ты достоин Мы поем Тебе славу Слава Тебе, Дух Святой Слава Тебе, Иисус Слава Тебе, Отец наш Небесный За это прекрасное время, единение, как церковь Твоя, быть вместе, Господь, мы ценим этим временем, мы благодарны Тебе, Иисус, мы благодарны Тебе за это время, честь Тебе, поклонение наш Бог, Аллилуйя. Ты святой Господь, ты святой Господь, достоин всей чести и хваны. Ты святой Господь, ты святой Господь, достоин всей чести и хваны. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты святой Господь, ты святой Господь, достоин всей чести и хваны. Ты святой Господь, ты святой Господь, достоин всей чести и хваны. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин чести и славы, полон силы и державы, Бог великий, Бог победы, славим мы Тебя. Ты достоин чести и славы, полон силы и державы, Бог великий, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славим мы Тебя. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славы, Бог великий, славы, Бог великий. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славы, Бог великий. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славы, Бог великий. Ты достоин, полон славы, Бог великий, славы, Бог великий, славы, Бог великий. Слава Иисусу Христу! У нас сегодня не так много времени, поэтому мы сразу будем обращаться к Писанию. Я хочу прочитать один текст Священного Писания, это Марка, 4 глава. Я хочу прочитать один текст Священного Писания, это Марк, 4 глава, 35 глава. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И они отпустили народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что они, она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Ебу будят, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И он встал, запретил ветру, и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Он сказал им, неужели, неужели, неужели. И еще один коротенький текст хочу я прочитать. Это Псалом 102. Седьмой стих. Он показал пути свои Боисею, сынам Израилевым, дела свои. В прошлом воскресенье мы слышали замечательную проповедь о том, как Давид получал уроки от Бога во время трудностей. Мы слышали о том, что Давид учился доверять Богу. Давид учился тому, что Бог не допускает греховного состояния в его жизни. Давид узнает в этих проблемах настоящее сердце его окружения, его близких людей. И, в конце концов, Давид не оборачивается спиной к Богу, но идет к Богу. И выходит с этой ситуации умудренным, очищенным. И готовым преподавать уроки для следующего поколения. Друзья, такие примеры, они укрепляют нашу веру. Потому что ее реальность такова, что если мы не кормим нашу веру, она медленно остывает и слабнет. И опасность такого состояния заключается в том, что мы не остаемся в каком-то нейтральном положении. Наш сосуд внутричний не остается пустым. Если внутри нам нет веры, там появляется неверие. Если у нас там нет любви, появляется ненависть. Если там нет доверия Богу, появляется цинизм и недоверие. И поэтому я сегодня, для укрепления каждого из нас веры, хочу немножко продолжить тему, которая была в прошлый раз. И сегодня, для усилия нашей веры, я бы хотел продолжить тему, который мы имели на прошлый день. Но остановиться на одной, на одной атрибутике Бога. Это о намерениях Божьих к человеку. Первый текст, который я прочитал, говорится о том, что люди, как бы ученики, попали в проблему. И они обращаются к Иисусу Христу. Они пробуют понять, Господи, что у Тебя в сердце? Нас тут трясет, нас тут проблема, нам плохо, опасность. Господи, неужели Тебе все равно? Какие у Тебя планы по отношению к нам? Наверное, это одно из самых первых вопросов, которые мы задаем себе. Когда попадаем в какую-то проблему. Господи, что у Тебя для меня в этой проблеме? Какой конечный результат? И я хочу поговорить о намерениях Бога. Намерения Бога, которые открыты в Писании для каждого из нас. И, возможно, не так говорить о делах Божьих, потому что это тоже важно. Но, когда мы смотрим на дела Божьи, мы можем пропустить намерения Божьи. Я хочу сказать такой маленький пример. Может быть, он будет примитивный, но все-таки для меня этот пример. Когда я был маленьким мальчиком и ходил в школу в Украине. Я помню, что время от времени в школу приезжал зубной врач. И я с огромным ужасом каждый раз проходил возле кабинета, где слышали звуки той машинки, которая там пиляла в зубах. И однажды, я помню, когда сидел в классе, моего одноклассника позвали для того, чтобы пойти на проверку. И к моему ужасу через некоторое время он пришел обратно с глазами полными слез и на несколько зубов меньше во рту. Это событие до конца этого маленького мальчика убедило, что там сидит злой дядя. Который так и хочет причинить боль всем детям, которые в школе. Правильный ли это был вывод в моем сердце? Нет. И почему я не смог сделать правильный вывод? Потому что я был ограничен своим возрастом. И я был ограничен своей зрелостью. И только годами позже, когда у меня опять заболели зубы, я пошел к зубному врачу, и он там решил мою проблему, я убедился, что, оказывается, там есть среди них хорошие люди. Поэтому понимать, понимать мотивы или намерения Бога очень-очень важно. Это как бы фундамент, который помогает нам строить отношения с Ним. Я знаю, что в эти дни несколько семей проходят в нашей церкви трудные периоды жизни. И я знаю, что мы пробуем дальше понять вот эту пандемию, причины пандемии и все, что с ней связано. Но я думаю, что очень полезно нам смотреть в этих ситуациях, смотреть именно на намерение Бога. Потому что, когда мы укрепимся в Его доброй воле в жизни нашей, мы сможем пройти любые обстоятельства в нашей жизни и выйти на другой стороне победителями. Римлянам, 12 глава, 2 стих, говорит такие слова. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли познать волю Божью, благую, угодную и совершенную». В этом тексте мы уже видим как бы обозначение воли Божьей, как она выглядит. Она благая, она угодная, и она совершенная. И когда мы принимаем это как описание Божьей воли для нашей жизни, нам тогда намного легче стать на Его сторону. Нам тогда легче сказать, Господи, веди мою жизнь. Потому что я знаю, что когда ты будешь у руля, то я, когда приду от пункта А к пункт Б, то пункт Б будет намного лучше для меня, чем пункт А. И второй текст, который я прочитал, он говорит о том, что Бог, когда он работал с Моисеем, он не только открыл ему свои дела и чудеса, он открыл и ему пути. Другой перевод, русский перевод, говорит, он открыл намерения свои Моисею. И another Russian translation says that he opened the intentions, his intentions towards Моисе. Когда мы проследим множество событий, связанных с переселением израильтян, то мы видим, что эта история наполнена многими событиями трагизма. И каждый раз, когда случалась новая проблема в жизни израильтян, они всегда подвергали мотивацию или как бы намерение Бога к их жизни. Мне, как бы, и Библия не осуждает то, что да, было им трудно. Библия признает, что им было трудно. Но ошибка этих людей была в том, что они не доверяли намерениям Бога. И в очередной раз, когда уже закончилась вода, они приходят к Моисею и говорят, нам все-таки лучше было там. Египтяне для нас, то есть, другими словами не говорили. Египетские планы для нас были лучше, чем Божьи планы для нас. Потому что вот эта дорога к свободе, к новой жизни, она нам не нравится. Наверное, в этих ситуациях эта ситуация показывает, что Бог где-то оставил нас в начале. И только Моисей, еще минимум два человека, они до конца поверили намерениям Бога. они видели те же самые проблемы, как и остальные израильтяне. Помните, пошли саглядатые в землю. Они обращаются назад и большинство из них говорят, те люди, которые владеют той землей, они настолько огромные, что мы как саранча в глазах их. Действительно была ли это правда? Конечно, это не было правдой. Это было свидетельство их страха. Это было их недоверие. Это было сомнение в Божьих намерениях. И как результат эти сомнения оставили их там в пустыне. Еремия 29 глава 11 стих. Вы знаете этот стих, но я все равно его прочитаю. Ибо только я знаю намерение, которое имею, о вас говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. когда Бог создал человека и поместил его в рай, Он сказал плодитесь и размножайтесь. Он создал им атмосферу, в которой человек мог бы развиваться. Он создал атмосферу, где человек мог быть восхищенным. Но что делает враг? Он приходит к Еве и говорит, ты знаешь, что намерения Бога по-настоящему не те. Если ты попробуешь вот этот плод, то ты узнаешь совсем новую реальность. И когда Ева поверила этим словам, когда она поверила, что есть какое-то лучшее будущее помимо воли Божьей, это и было начало падения всего человечества. Говоря о Еремии, книга Еремии, эта книга очень интересно рассказывает о том, как он предсказывал о Вавилонском плене. И Еремия тоже во время этого пророчества он сам пробовал понимать Божьи намерения относительно Израиля. Бог сказал для Еремии «Я накажу народ, потому что они согрешили». И он описывает те действия, которые должны прийти в историю в какое-то время. И написано, что Еремия сидит в тюрьме, Седекия посадил его в тюрьму. И он размышляет «Господи, что дальше, какие планы у тебя для этого народа?» И Бог говорит для него открывать его свое сердце. Он говорит «Через некоторое время тебе придет племянник твой». «Через некоторым временем ты придешь к тебе прийти к тебе». И он предложит тебе, чтобы ты купил у него землю, которая в Иерусалиме. Пойди послушай его, купи эту землю, и перед всеми людьми подпиши документы, чтобы все знали, что ты купил эту землю. Друзья, я хочу обратить немножко на контекст этой ситуации. Представьте себе вот где-то в этом месте вот Иерусалим. А вот здесь возле Иерусалима уже близко стоит Вавилонская армия. В то время города, они были построены, там были стены огромные, не так легко было туда попасть. И для того, один из методов для того, чтобы победить город, армия приходила и делала большой насыпь земли, для того, чтобы перелез через стену. И Писание говорит, что армия уже вот-вот кончает свою работу, чтобы зайти в Иерусалим. Разрушение уже очевидно, вот минуты вроде бы осталось до того, как враги войдут в Иерусалим. И Бог говорит, купи в Иерусалиме землю. И написано, что Еремия сделала это, потому что он был послушным пророком. И потом идет и молится Богу. Говорит, Господи, зачем я покупаю эту землю? Через несколько дней она станет достоянием врагов. Зачем мне вкладывать деньги в то, что я не буду пользоваться? И Бог ему отвечает через эту ситуацию. Он говорит, да, ты прав, город действительно будет захвачен. Да, люди дошли до такой ситуации, что мне приходится их очищать. Но придет день, придет время, что опять вернется сюда народ израильский. Мой план заключается в том, чтобы опять дать благословение и процветание этому городу. И придет время, что как сегодня ты купил эту землю и подписал эти документы? Хорошая экономика вернется в этот город. Потому что я запланировал что-то хорошее. Господи, ты говоришь, что будешь наказывать и в этом что-то хорошее? Вот-вот уже враг зайдет в город и там в этом что-то хорошее. И в Еремии 30 глава 3 стих говорит такие слова. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцами и они будут владеть ею. И 32 глава и 39 стих Бог дополняет ответ вот этим стихом, обращением. Он говорит и дал им, дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благословить их, и страх вложу в сердце, чтобы они отступали меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца В этом ответе Бог показывает, что даже во время какого-то наказания это не просто реактивная какая-то реакция Бога разгневанного, это спланированная последовательность событий в их жизни для того, чтобы привести их к желаемому результату. Да, Еремия в тот момент этого не видел. Все, что он мог видеть, это врагов, которые возле стен. Но Бог хотел, чтобы он видел больше намного, чтобы он увидел намерение Божье в этом плане. Все ли стали частью этого плана Божьего для израильтян в то время? К сожалению, нет. Написано, что собралась некоторая группа израильтян и они решили идти далеко в Египет. Они сказали, мы не верим, что это Бог может сделать. Мы лучше будем молиться египетским богам. Мы видим их успех. Мы видим их стабильность. Мы выбираем этот путь. И Писание говорит, они погибли там и дети их. Друзья, когда мы принимаем веру в доброе намерение Бога, то даже если Он допускает нам пройти через какие-то трудные моменты, Его целью всегда есть наше благословение и наш успех. Второзаконие, 30 глава, 9 стих, еще стих, который говорит о намерениях Божьих. Детерониме, chapter 30, verse 9, is another verse that speaks about God's intentions. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле твоем, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, и снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благоденствуя тебе, как Он радовался от 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 твоих. Есть немало стихов в Библии, которые говорят о том, что Божья воля — это жизнь с избытком. даже сам Иисус Христос сказал такие слова, что вор или враг приходит для того, чтобы разрушить и забрать. А Я пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Слово избыток здесь в греческом слове переводится как полнота. Это как бы чашу, в которую наливают и она просто переливается. Бог говорит, что намерение Бога к человеку — это жизнь с избытком. Знаете, среди народа есть такая фраза, спрашивают «Как у тебя дела?» Некоторые люди говорят «А бы не хуже?» Только бы не хуже, да? Вроде бы невинная фраза, но на самом деле она показывает нашу ограниченность, нашей веры. Намерение Божие не только чтобы было не хуже. Намерение Божие не только чтобы входили постоянно в вере, спотыкались. Чтобы не только чуть-чуть знали и переживали благословение Господне. Бог хочет дать нам полноту, наполнить нас жизнью. А в книге Деяний Святых Апостолов там написывается история, когда апостол Павел пришел в Ефес. И он нашел там некоторых учеников. И он говорит им, приняли вы Духа Святого уверовавшие. И эти ученики говорят, не, мы даже не слушали об этом. И он говорит, во что же вы крестились? Но мы крестились в Иоанново крещение. Да, мы стали учениками, да, мы верим в Иисуса. Но апостол как бы видел их хорошее начало. И написано, что он повел их дальше к совершенству веры в Иисуса Христа, в совершенство Евангелия. И они крестились и пережили наполнение Духом Святым на том месте. Друзья, в этом этот текст и еще многие показывают нам, что намерение Божье это полнота жизни в нашей жизни, в нас. И последняя цель и намерение Бога в нашу жизнь записана в послании Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Там апостол Павел говорит о церкви, но конечный результат этого всего действия он говорит, доколе мы все придем в единство веры, познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. В этом тексте Павел пишет о намерениях Божьих Церкви. В сегодняшнее время очень много есть критики в сторону Церкви. Потому что видят люди в Церкви не только они не видят намерения Божьи по-настоящему. Они заточены и видят только проблемы. А несколько наверное недель, чуть может больше недель назад в одной популярной большой Нью-Йоркской Церкви исключили пастора за грех. Я опять вижу, как социальные сети и новости полностью взорвались критикой в сторону Церкви опять. Они опять говорят, да, там все лицемеры, там все ненастоящее, это просто все маски и тому подобное. Опять-таки это люди говорят, те, которые не поняли намерения Божьи. Потому что в той ситуации я вижу как раз исполнение намерений Божьих. Потому что Бог призначил нас, чтобы мы жили в обществе в близости с друг другом. Держали друг друга ответственным перед Богом. Поддерживали друг друга, ободряли друг друга. И даже помогали бороться с грехом. Потому что Божья цель или Божья мотивация для Церкви. Потому что Бог не только для того, чтобы нам нравилось приходить. Не только чтобы мы переживали хорошие моменты. Это хорошо и все правильно. Но конечная цель Бога это наша зрелость. Это наше совершенство. Поэтому давайте не будем забывать об этом. Друзья, подведя итог этой проповеди, знаете, когда недавно буквально один из моих друзей спросил меня, когда ты проходил ситуацию со своей супругой, семьей, не терял веру, не терял веру, не терял ли ты понимание Бога? Я долго думал над этим вопросом и прихожу к выводу, что понимать Бога это большая и долгая цель длиною в жизнь. Это не дело одного какого-то события. Это не дело прочитать какую-то книгу и послушать какую-то лекцию. понимать Бога мы можем только тогда, когда мы доверимся Его добрым намерениям в нашей жизни. Когда мы доверим свою жизнь и скажем «Господи, Ты будь у руля моего корабля». Господи, я верю тому, что здесь написано в этой книге. я принимаю, что если я буду исполнять то, что здесь написано, даже в разрез популярной культуры, даже отличаясь от людей, которые окружают меня, я верю, что конечный результат моей жизни это будет исполнение всех Твоих благословений в моей жизни. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы эта уверенность в Божьих добрых намерениях к нам держала нас тогда, когда наш корабль штормит. Или когда нам хорошо и весело. Чтобы мы никогда не сомневались в хороших Божьих намерениях о нас. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Божьих Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, наше собрание официально, скажем, здесь подходит к концу, но перед тем, как мы его закончим и помолимся за вторую часть, я хотел бы спросить Игорь и Оля, как чувствуете себя? Двенадцать лет совместной жизни, как в новом статусе Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует...